Утро от первого, на месте. Тремя на заработок включили в эту сколу поезда. Изопринято, уезжаем. Убивают! Милиция! Эй, брат! Я что убил? Убегай что ли? С пульта 102 Центра оперативного управления дежурным экипажем поступила ориентировка на автомашину марки «Шкода». В ходе плана перехват полицейские задержали эту автомашину на улице Бибич-Шелик. Но полицейским водитель оказал сопротивление. К нам с пульта 102 поступила ориентировка на автомашину «Шкода» с госномером 504Х. Согласно информации, водитель этой автомашины на улице Громова поконфликтовал с владельцем автомобиля «Ниссан». Забрал у него ключ от автомашины и документы. Обнаружили мы его на улице Бибич-Шелик. Здесь он ударил автомашину ВАЗ-2199, после чего попытался скрыться. Наши сотрудники поехали за ним и задержали его в восьмом микрорайоне. Водитель был в нетрезвом состоянии, оказал сопротивление. Полицейскими нам пришлось вызывать подмогу. Теперь мы доставим его в РУВД, так как он незаконно забрал документы и ключи. Отвезем его дальше на освидетельствование в медветрезвитель. Здесь же был и один из пострадавших водителей, владелец машины ВАЗ-2199. Именно его автомобиль протаранил задержанный. «Я стоял на Бауржан-Мамушилы, на светофоре на красный свет. Впереди меня стояла Ташкода. Когда полицейские хотели открыть дверь его автомашины, он подал назад и ударил в мой автомобиль, а потом уехал. Он был пьяный, еле держался на ногах». Сам задержанный признался, что употреблял спиртное, но явно поскромничал в оценке объема выпитого. Водителя полицейские доставили в районный отдел полиции. Теперь его ждет наказание по нескольким статьям административного кодекса. В полночь на пульт 102 поступило сообщение от жителей улицы Амарова о том, что на улице на дороге лежит человек. На место происшествия отправились полицейские и бригада врачей. Мужчина оказался в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Врачи попытались привести его в чувство, но безрезультатно. Оценив его общее состояние, медики госпитализировали мужчину в токсикологическое отделение Центра гиперборической оксигенации. 24 июня в 6 часов утра на пульт противопожарной службы Ордобасинского района поступило сообщение о пожаре на улице Бугенбай-Батыра в поселке Тамерлан. По информации вызывавших, здесь загорелась крыша и верхний этаж жилого дома. На место возгорания выехали две единицы техники и девять человек личного состава. На тушение огня пожарным потребовалось 40 минут. Еще через час-10 минут пожар был полностью ликвидирован. В происшествии никто не пострадал. Сейчас причины возникновения огня и суммы ущерба выясняют дознаватели управления ПЧС Ордобасинского района. Утром первому, мы на месте. Ты на нас заработал, прощай, или ты ускорил полосы. Мы запринят, уезжаем.